Двух или трех. Как можно в таком случае сделать? Можно с каждым из них передалеваться, это муторно немножко, да? А можно сказать, то же самое, можно сделать отношения чести и служить внимательно. Дорогие друзья, договаривающиеся с нами, я вам предлагаю, вы сейчас обсудите это между собой и выработайте какой-то один вариант решения, и пусть кто-то из вас его представит. Слышите, как я сэкономил, да, чтобы не работать, не упариваться с каждым, потому что это может быть долго. Сделайте что-то, что будет приемлемым для вас, и потом представьте это как общее решение. С одним же решением проще работать, чем договориться с кучей науки. Красиво? Красиво. Это восхищение. Красиво. Красиво. Я знаю, в предыдущем себе я вступил, я сейчас только в лецидоеды не сделал, а теперь я понимаю, что я в лецидоеды не заслужил. Знаешь, я бы предложил тебе сейчас, когда мы с Леной тоже можем петь, я бы предложил тебе заполучить опыт, а потом я хотел бы услышать у тебя такой же комментарий. Если ты скажешь, что да, я признаю либо не про прототехники, либо санитар. То есть, у тебя есть выбор? А, да, я не хотел заставлять без выбора. Но так получилось. Скажите, вот так вот крупно пожарал, все понятно? Пока. Пока. Ну да, в общем, да? Вы, сейчас, понятно ли вам теоретические последования? Мы сейчас совершенно классно, и вы сейчас получите свой первый восхитительный опыт в этом. Более того, забегая вперед, я прошлым летом показывал, как подобную штуку делать, концептируя, например, семейную парку. И при этом совершенно не надо уходить там вглубь себя, и там чего-то договариваться с бессознательным. Если вы устраиваете переговоры со своими сотрудниками, то вы совершенно точно можете взять и назначить. Послушай, ты же у нас такой креативный весь из себя, договорить вы одному сотруднику. Что вы сделали? Вы сейчас его назначили в творческой части. А этот сотрудник, он совершенно точно, это та часть поведения, которая вам не нравится. Послушай, хочешь ли ты сообщить мне прямо сейчас, что такого ты положительного делаешь, делай вот это? Не хочу. Я говорю, да, я боюсь за справедливость в компании. Кто это? Это часть проблемного поведения, которая нам не нравится. Мы собираемся его поменять. Скажи, пожалуйста, если вот этот вот человек сейчас, он начнет тебе создавать разные творческие подходы, классные, которые тебя приведут к тому, что ты совершенно точно будешь самым главным охранником справедливости в этой компании, примешь ли ты то, что тебе понравится? Понимаете, да, что я делаю? Тогда я вас объединю на какое-то время, и каждый раз, когда тебе будут нравиться ее комментарии на новом поведении, говори, да, нравится, и там запиши себе. И все. И все, вот как можно делать. Вот так совершенно легко разбираются проблемные ситуации, когда это в бизнесе. Это не эндорогротическая техника. Это принципиальные шаги организации работы переговорного процесса. Это просто Гриндеру, ну, бесограбельно, просто показало как бы алгоритм общий вид. Он из этого сделал много красивых вещей. Часть из них доступна на практике, часть там за рамками практики. Но совершенно красивые вещи. У нас так еще и не дооформился. У нас, ну, во всяком случае, с того мастер-класса намечался тренинг о том, как обучить пары. Причем пары – это не только семейные пары. Пары – это могут быть в бизнесе и так далее. Легко не просто договариваться, вместо того, чтобы устраивать фехтовальные какие-то турниры. Красивая вещь, очень добрая пространство. Ну что, теоретически, мы шесть шагов позволили. Настя, в этом стоян разобрали. У нас не будет демонстрация сейчас. Вы будете все проделать в пару. Я как противная часть. У нас будет демонстрация сейчас. И демонстрацию вы устроите себе сами. Да, тогда да. Хорошо? Готовы? Вы вот так сделаете. Дайте сигнал. Кто из вас хочется получить этот видеонавык? Я когда увидел эту технику, я бы понял, что даже если бы вообще ничего остального не было придумано гриндером, бендером и пьюсером, то заодно это нижайший пары.